Иконы эпохи первых царей династии Романовых. Уникальный выставочный проект с таким названием открылся в Московском государственном объединенном художественном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике Коломенское. В залах деревянного дворца царя Алексея Михайловича представленными старинными раритетами любовалась Сильвира Гордеева. Бесценные раритетные экспонаты, представленные на открывшейся в Коломенском выставке, составляют золотой фонд русской иконописи 17 века. Здесь свыше ста икон, созданных мастерами, нанятых живописцев Оружейной палаты Московского Кремля во время правления первых царей династии Романовых Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Федора Алексеевича и Петра Великого. Центральный экспонат выставки – икона Троица, 1677 года, написанная первым царским изографом Симоном Ушаковым совместно с Никитой Павловцем по заказу боярина, оружничьего и основателя Московской оружейной палаты Богдана Хитрово. Лики, созданные Симоном Ушаковым, как раз вот это его манера исполнения личного письма. Здесь нет каких-то резких таких вот элементов написания личного письма, а как говорят специалисты, здесь постепенно вводимые в осветление. Здесь удивительные манеры написания глаза святых, разработанные именно Симоном Ушаковым. Здесь глаза с радушной ополочкой, красные точки в слизнике. Иногда на образах святых, написанных Симоном Ушаковым, можно различить даже и реснички. На выставке также представлен уникальный памятник эпохи первого государя Михаила Федоровича – «Царские резные врата» из Соловецкого монастыря, работа резчика Троицы Сергиевой Лавры Льва Иванова. При реставрации обнаружилась надпись, в которой упоминалась дата создания этого портала – 1633 год и имя заказчика – монаха Троицы Сергиевой Лавры Александра Булатникова. Портал попал в музей Коломенской в 1939 году, когда благодаря трудам сотрудников московских музеев и музея-заповедника Коломенской была спасена часть культурного наследия Соловецкого монастыря, значительная его часть оказалась в Коломенском. Ценнейший экспонат выставки – резная надпрестольная сень из алтаря Спасопреображенского собора Соловецкого монастыря, выполненная в виде восьмигранного венца, повторяющая форму корон византийских императоров. Сень – тоже часть спасенного художественного наследия святой обители Севера. Ее привезли в Коломенское в ящиках в разобранном на множество деталей виде. Немало времени ушло у реставраторов, чтобы воссоздать навершие в первозданном виде. Сень осеняла собой самое священное место в храме, престол. И здесь мы показываем ее как удивительный памятник русского церковного искусства и памятник работы русских мастеров-резчиков. И вы знаете, когда вот сень собирали, то на обратной стороне икон, круглых таких икон, небольших составляющих сень, на одной из иконок надпись нашли 17 века с корписью выполненной написано было «Ивашка писал». Впервые представлена посетителям походная церковь начала 17 века из Серпуховского Высоцкого монастыря. Это не только выдающееся произведение мастеров-иконописцев, но и свидетельство военной истории нашего Отечества. Она выносилась из монастыря для совершения молебнов кратникам, собиравшимся перед сражением на высоком берегу Аки. Выставка в залах деревянного дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском продлится до 27 октября.